Добрый день, дамы и господа! Всем привет от Диты из Солнечной Канады! Сегодня мы с вами отправляемся в любимый, любимый нами всеми магазин Юникло. И там вовсю уже бушует осень, много вещей из осенней коллекции. Встречает у входа у нас такое прекрасное, замечательное пальто ментолового цвета. Очень мне оно понравилось, я его потом попозже померю, покажу вам. И вот такие вот тоже пальто, очень-очень красивого цвета, сиреневого, серого, с капюшоном на поясе. Это такие тонкие пальто на теплую осень, без подкладки. Вот так вот оно выглядит на манекене, это пальто в коричневом цвете. Есть обувь, ботиночки. Вот тут какая-то такая, знаете, сложная система. У них что-то такое с подошвой, в общем, типа, что они очень удобные. Появились кашемировые свитера. Появились они по цене 110 долларов, они были раньше 100 долларов, то есть они подорожали. Но инфляции в нашем мире ничего не дешевеет, к сожалению. Много было разных трикотажных вещей, в том числе платья, в том числе свитера. Потрясающих цветов, кстати, хочу вам показать. Посмотрите на эти цвета. Если вы помните мой последний влог из H&M, там все было такое бежевое, бежевое, бежевое. То в ЮНИКЛО бушуют красивые яркие цвета, чему я очень рада, потому что я лично цвета вообще люблю. Я к бежевому так иногда могу под настроение, а в принципе я люблю, чтобы вот поярче. И ЮНИКЛО в этом смысле, в общем, встречает мои интересы и, так сказать, соответствует моим интересам и моим пристрастиям. Да, свитеров было много разных фасонов, разного состава, очень хорошего состава в основном. Видите, вот эта вот специальная шерсть, лэмбул, это достаточно хорошего качества шерсть. И стоят они не очень дорого, они примерно по 40 по 50 долларов все. Ну вот, кашемировые были по 110. А вот эти по 40 по 50 шерстяные свитера, что, в общем, я считаю, не очень дорого. Вот это тоже 40 долларов свитер. Это из шерсти мериноса, мерино-волк у нас это называется. Насколько я понимаю по-русски, это шерсть мериноса, правильно? Базисные такие, знаете, тонкие свитера. У нас тоже, в общем, разных цветов, как база, я считаю, что они очень-очень хороши. Это тоже шерстяные свитера, тоже, видите, разных всевозможных цветов. Более яркие есть, есть базовые, ну, в общем, на любой вкус. Это вот тоненькие такие, turtle neck у нас это называется, то есть это свитер с горлом. Платье. Вот эти платья, кстати, были 100% катоновые. Тоже вязаные, тоже трикотажные платья, но катоновые. Стоят-то они не очень дешево, за 60 долларов, но, в принципе, я думаю, что они довисят до сейла. Много было, разные они были цветов, потом покажу вам. Кстати, хочу обратить ваше внимание на эти полки и полки и полки свитеров. То есть, чем мне нравится Uniqlo? У них не бывает пустых полок, как в других магазинах. У нас вообще в наших магазинах в последнее время какой-то такой, как я называю, это ковидный дефицит. В некоторых магазинах полки стоят прямо полупустые. Но вот Uniqlo, вы видите, заполнено от пола до потолка, свитера лежат. И их много, и они есть всех размеров, и всех цветов. Вот я нашла вот это платье в таком пудрово-пыльно-розовом цвете. Мне понравился очень этот цвет. Это такие тоже, как кардиганы, такие теплые на поясе. Выглядят как халат, но, по-моему, в принципе, довольно удобные. Ну и, конечно же, коллекция, коллаборация с Ines de la Friesange. Мне очень трудно произносить, ну, как бы, эту фамилию. Вы понимаете, да? Поэтому давайте будем называть просто от Ines, коллекция от Ines. Я думаю, что это проще, и все поймут, о чем я. Значит, вот там вот были пиджаки и такие кюлоты. Я хотела взять их примерочно, но, вы знаете, потом увлеклась, забыла. И, в общем, взяла другие вещи, а кюлоты эти не взяла. Ну, я думаю, что я их померю в следующий раз. Очень хорошего качества вещи, из очень хороших тканей, прекрасно сшиты. Я вам должна сказать, что эта коллаборация, по-моему, одна из самых лучших, из которых я знаю, которые были в Яникло. Вот это вот их, как бы, визитная карточка вот этой коллаборации. Девушка такая в шляпе, в пиджаке и в таких свободных брюках. Вот пиджаки были двух цветов, синие и в клетку. Вернее, было больше, но вот этого типа такие толстые пиджаки были в клетку и синие. А шелковые блузы такие с оборочками, стопроцентный шелк, я проверила, посмотрела. Стоят они тоже не очень дешево, но для такого состава, для стопроцентного шелка, я считаю, что это совсем не неплохо. Приятные, очень приятные вот к телу, на ощупь, прямо, знаете, вот трогаешь и понимаешь, что это настоящий шелк. Да, вот были еще вот такие бежевые пиджаки, я тоже потом померю, в конце будет видео, досмотрите обязательно до конца. Прекрасный шит, прекрасного качества ткани, прекрасный крой, прекрасно сделан, хорошие такие строчки. Знаете, видно, что это дорогая вещь, видно, что сделана она не где-то китайцем, на какой-то фабрике, а в общем, такого, знаете, качественная вещь. Вполне, я бы сказала, что достойна дизайнерского магазина. Вот эти кардиганы были, тоже в нескольких цветах, вот это такой желто-горчичный, красивый цвет. И вот еще один пиджак от Инессы, черный бархатный, тоже прекрасного кроя и очень хорошего качества. Пальто. Девочки, пальто от Инессы, это просто песня. Тоже померю вам это пальто в конце, вообще несколько пальто померю. Значит, 70% шерсть и 30% не шерсть, не вижу что, но в общем, очень хороший состав, стоит оно 200 долларов, это немало. Но для такого состава я считаю, что это и немного. Было оно в двух цветах, вот того цвета, вот первое, что я показала, и вот это такая немножко другая клетка с синим и красным, такое, знаете, вкрапление. Еще были вот такие вот пальто, значит, в нем немножко меньше шерсти, 58%, по-моему, процентов. Бутылочного цвета они были, синие и вот такие вот белые, даже не белые, а такого молочного цвета. Оно было без подкладки, на одной пуговице и на поясе, тоже довольно достойно выглядело. И, в общем-то, тоже, да, вот 58% шерсти, стоило оно подешевле, по-моему, 180 долларов. Ну и в Юникло завезли, слава тебе, господи, уже пуховики. Их много было. Были вот такие вот длинные, прям длинные пуховики. Они у нас стоят 250 долларов. Что по нашим канадским меркам, ну, это не дешево, но не очень дорого и не очень дешево. Я бы сказала, что это даже дороговато для пуховика. Но я пошла, посмотрела и состав наполнителя его. И, в общем, там пух перо стопроцентное, то есть никакой синтетики, что для нас, в принципе, в Канаде важно. Потому что, когда холодно, то синтетический наполнитель, он, в общем-то, не очень-то греет. Вот смешно, да, долго увидела тренч, образовалась, такой базовый бежевый тренч. Долго его рассматривала, долго его снимала. Увидела, что размер медиум. Думаю, почему такой большой? Оказалось, что это мужской тренч. Ну, неважно, в общем. Да, в общем, вот такая вот куртка на меху. Типа под кожу, тоже от Инессы. Единственная вещь, пожалуйста, у меня не понравилась в коллекции этой. Потому что уж очень, ну, прям клеенка, ну, совсем клеенка. Ну, как-то так прям... Ну, в общем, нет, нет. Это нам не понравилось. Немножко вам сейла покажу. Совсем-совсем большого сейла. 10 долларов в юбке. Если вы помните, летом, когда я ходила там, делала ролики из Юникло, там тоже были вот эти вот юбки. Это, по-моему, льняные. Я не уверена, но мне кажется так. Вот этот вот цвет ментоловый совсем неплохой был. Стоят они сейчас 10 долларов. В общем, хорошая цена. Да, вот я меряю пальто от Инессы. Значит, одно из этих пальто. Оно... Самые лучшие мои, так сказать, рекомендации, что называется. Оно прекрасно сидит. Оно прекрасно скроено. Оно из шерсти. В нем очень удобно. Знаете, ну вот действительно, одеваешь на себя. Оно не очень тяжелое. Оно очень приятное, так сказать, вот в ощущениях. И действительно очень-очень красиво скроено. И очень хорошо сидит. Понравилось мне, конечно, это пальто. Вот это зеленое пальто, которое без подкладки на поясе. Такое немножко пальто-халат. Тоже неплохое. Я вам должна сказать, что оно неплохо выглядит. Кстати, предыдущее пальто я померила размер medium, а это размер small. Вот это вот пальто, оно, так сказать, больше мерит. Оно довольно свободное, просторное. И еще одно пальто. Это уже размер large. Я вам показала. Их было две расцветки. Вот это вторая расцветка. Не было medium, и я померила large. Тоже ничего, знаете. В принципе, даже если представить себе, что его надо будет носить где-то на свитер, то, может быть, даже бы large, я бы и подумала, что стоит ли мне взять или medium. Ну и, конечно, не могла я пройти мимо шляпы. Вот это та самая шляпа, которая изображена на их как бы рекламном проспекте вот этой коллаборации. Такая она немножко странная. Она вроде бы Fedora, но, с другой стороны, у нее как-то загнуты кверху поля. Стоила она, по-моему, 35 долларов. Симпатичная шляпка такая, необычная. Ну и вот это вот пальто, которое вначале сам я вам показала, ментолового цвета. Я решила его тоже померить. Это размер Small. Неплохое красивое пальто. Цвет очень красивый. Просто, может, камера не передает, но цвет потрясающий. Сидит красиво. Да, в общем, неплохое пальто. В нем, конечно, состав не такой хороший, как в предыдущих, которые я мерила. В нем, не вижу, по-моему, есть немножко... Да, 33, по-моему, процента шерсти. Все остальное полиэстер. Ну, в общем, неплохо. И вот этот пиджак, бежевый пиджак, который я померила не в примерочные. Очень подошел к моему аутфиту сегодняшнему. Прямо как будто специально. Тоже достойный пиджак. В общем, рекомендую, девочки, если вам позволяют средства. Покажу вам немножечко следующего моего видео. Я делала примерки в примерочной. Я решила разбить это на два видео, потому что будет очень-очень длинно. Так что, если вы хотите увидеть мои примерки, то подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки. Увидимся в следующем видео. Люблю и целую всех. Пока-пока. Увидимся совсем скоро. Увидимся в следующем видео.